Независимые гости из Шотландии, Эстонии и России Вместе с представителями бригады посетили Кировск Увидев своими глазами масштабы разрушений и пообщавшись с местным населением Два парня погибли, улезковый наш Говорим, это цивилинный человек Гражданский, не военный Гражданский, они вышли, слышали взрывы, думали, что сестра в дом попала в мина Выходят туда, их девчонки питаются, два брата, один близнец, два брата родных И парень еще один жив остался, слава богу, наш Два гражданчика убиты Тоже покажем, если хотите, на витрошке там Покажем, все покажем Вот, пожалуйста, вон отминный след, вон отминный след Вот, пожалуйста, там виташка, там мирные люди жили, там никаких военных нет Это вообще раньше давали сенсакудовские рабочие Этим людям удается увидеть страшное документальное кино войны вживую ни в одной стране Миссия ОБСЕ – неотъемлемый участник всех вооруженных конфликтов, которыми, к сожалению, все богаче наша планета Но в Волчевске представители ОБСЕ увидели то, чего не видели во всей области, охваченной гражданской войной В эти страшные дни военное подразделение, расположившееся в городе, взяло на себя не только защиту населения, но и заботу о его питании Своебразная ноу-хау Алексея Мозгового, гуманитарный батальон, объединила неравнодушных людей стремлением накормить стариков, которые были лишены пенсии Ради чего в Волчевске были организованы четыре бесплатных столовых, а в близлежащих населенных пунктах еще несколько Ресурс, который мне дают предприниматели, какие-то продукты, его не хватит, чтобы раздать всем Поэтому мы задались и давайте варить кастрюльку для тех, кому нужно Так и появилась первая столовая Помимо питания взрослого населения, с началом учебного года гуманитарный батальон бригады «Призрак» организовал систему сбора и подвоза продуктов в школьные столовые и в детские садики Алчевска Благодаря этому, в общей сложности, сегодня в Алчевске бесплатно питаются 4,5 тысячи детей Что не может не вызывать положительные отзывы у представителей гуманитарной миссии Осознающих, что смерти от пуль и снарядов далеко не самое страшное, что может ждать охваченную войной и финансовой блокадой территорию Донбасса А с вашей стороны было бы неплохо задать вопрос товарищу Порошенко С каких побуждений он устроил геноцид для мирного населения? С каких таких побуждений господин Порошенко не выплачивает пособия, не выплачивает пенсии тем, кто их заработал до войны? Тем, кому они положены передавать? И вы думаете, что убивают людей только одними выстрелами, что ли? Люди сейчас где-то уже начали, где-то еще только начнут умирать, как мухи от недоедания, от недолечения Мы являемся адресирой безопасности И нам сейчас важно, чтобы убедились, что условия работы, приезжания и работы нашей команды здесь, на территории Алчевской Тоже будут, как и везде, на других краях Луганской главной республики Не забудьте оставаться честными Да, это главное Это наше оружие. Когда говорим о нашей безопасности, это наше оружие. Наша честность и беспестрастность является одно наше оружие. А другое – хорошие связи и проделие отношений Конечно, находясь при исполнении, представители не могут озвучивать свое мнение и давать личностную оценку Но сравнивая ситуации, гости делились тем, что в их городах на 100 тысяч населения на улицах только 2-3 человека, просящих милостыню И способность людей в такой критической обстановке, в какую сегодня попал народ Юго-Востока, самоорганизоваться, не дожидаясь милости от государственных органов Не может не трогать сердце, которому по должностной инструкции положено оставаться бесстрастным Потому что будущее целой планеты, народы которой связаны между собой, зависит прежде всего от нашей способности оставаться людьми Субтитры создавал DimaTorzok